Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И ты не отстаешь. Как на новое место работы перешел, прическу сменил. Рубашек накупил на целый взвод. Ты перед кем хвост распускай? Так, ладно. Завтра важная командировка, я пошел подбираться. Какая командировка? Ты директор пиар-отдела. Вот такая командировка. Важные переговоры с потенциальными партнерами. Понимаешь, они настолько важные, что они сами не ездят за услугами. Они за ними посылают, вот нас отправляют провести эти переговоры. Ясно? Переговоры. Анжела, хватит. Как ты меня назвал? Слушай, я просто оговорился. Может, не с Анжелой или ты в эту командировку едешь? Во! Все, я пошел собираться. Помогите мне, любовь к мужу. Я не хочу вернуть. Мы вместе семь лет. Я его очень люблю. Но с тех пор, как он перешел на новую работу, я его почти не вижу. Понимаете, там коллектив женский. Куча одиноких хищниц. Но хищницы всегда были, есть и будут. Нет, вы не понимаете. Раньше муж с работы домой ко мне летел. Мы все делали вместе. Мы отдыхали вместе. Мы развлекались вместе. А теперь Витя отдалился. Ну что ж, давай разбираться. Возможно, действительно что-то произошло в ваших отношениях. А может быть, это просто ревность. Да, у нас произошло. Анжела. Это ассистентка моего мужа. Может, она его даже приворожила. Витя недавно тут такое устроил. Еще, кстати. Ага. Попались, голубчики? Ты что здесь делаешь? Ты следила за мной, что ли? Да. Я так и знала, что ты ни в какой не в командировке. Ты мне соврал. Слушай, я просто хотел побыть один. Это ты называешь один? Мы с Анжелой были на встрече. Ну, чего ты устраиваешь? Ты у нее живешь? Оль, ты чего? Я живу в гостинице. Сцену не устраивай, ладно? Время рабочее. Иди, я тебе позвоню. Пойдем, Анжела. Пойдем, я сказала. Нет, вы представляете? Мне соврало, что в командировке, а сам в гостиницу съехал. И с Анжелой не расстается. Он уже неделю мне не звонит. И не отвечает, когда я звоню. Анжела его приворожила. Первая руна говорит о том, что магии на вас нет. А вот вторая руна в перевернутом виде указывает на проблемы в отношениях. Да, вы правы. У нас проблемы. Я уже два года не могу забеременеть. Боюсь, из-за этого муж уйдет. А муж хочет ребенка? Так если я не рожу, Витя точно от меня уйдет. Конечно, он хочет ребенка. Руна говорит о твоих неверных действиях. Ты бегаешь и на каждом шагу кричишь о своих проблемах. Ты сама притягиваешь этот негатив. Успокойся, не паникуй. Как я могу не паниковать, если я мужа теряю? Ты слишком сконцентрирована на своей проблеме и на мужа. Дай ему время. Займись собой. Умей быть и с собой наедине тоже. Муж вернется к тебе. И все у вас будет хорошо. Слова Веры меня расстроили. Я-то думала, муж ушел от меня из-за магии. Но получалось, что магии на нем нет. И он просто сбежал от меня. Наверняка из-за того, что я не могу забеременеть. Вон, Анжела в соцсете совместные фото с Витей выложила. Ничего особенного. Это фотка на работе, а не в койке сделана. Да и ты сама говорила, что у Анжелы есть парень, племянник Виктора. Как его там? Кирилл. Да парень не помеха. К тому же этот Кирилл бестолковый. Учится на вечерке, работает в супермаркете грузчиком. Разве можно его сравнить с моим Витей? Ир, неужели это все? Конец. Оль, ну не вешай нос. Выкинь его из головы хотя бы на время. Запишись в спортзал, хобби заведи. Ты когда в парикмахерской на маникюре была последний раз? Я работаю на дому. Для кого мне красоту наводить? Да для себя. И для Вити. Ты на себя рукой махнула и хочешь, чтобы Витя на тебя, как и раньше, смотрел. Я решила собраться с силами бороться за мужем. В конце концов, мои семь лет счастливо прожили в браке. Так какого черта я должна отдавать его какой-то Анжеле? Ты чего меня вызывала? Что случилось? Ничего. Хотела тебя на кофе пригласить. Поговорить. Ну, ты знаешь, я только что обедал. И к тому же работы очень много даваешь в другой раз, ладно? С Анжелой, небось, пообедал. Оль, при чем здесь Анжела? Я же сказал, у меня был деловой обед. Понимаешь? И вообще, с тех пор, как я на новую работу устроился, ты как будто с цепи сорвалась. Хватит меня доставать со своей ревностью. Я прошу тебя, ну, мне необходимо время побыть одному. Витя, что случилось? Признайся, у тебя другая женщина? Это Анжела? Да при чем здесь Анжела? Анжела Данжела! Ну, сколько можно, а? Данжела! Витенька, дай контакты по новому проекту. Да, конечно. Так, значит, у вас ничего нет, да? Ты о чем, Оль? Оля! Оля! Тихо! Ты что меня позоришь? Иди давай. Иди, сказал. Анжела, пойдем. Вера говорила, ничего не предпринимать. Глупее совета и не придумаешь. Как же тут ничего не делать-то? Нельзя же сидеть сложа руки, когда твоего мужа уводят. Я решила попросить о помощи своей крови. Пусть она повлияет на Витю. Валерия Абрамовна, помогите. Витя уже неделю не ночует дома. Я думаю, что он с Анжелкой спутался. Ты что? Разве мог Витя с девушкой родного племянника закрутить? Господи, да и Анжелка любит Кирюшу. Я, правда, не знаю, за что. Мой внук раздолба, а еще тот. Но, слушай, я говорила с Витей. Он просто хочет побыть один. Отдохнуть. Отдохнуть? От родной жены? Да. Знаешь, ты его задолбала. С тех пор, как он вышел на новую работу, ты просто все время истеришь. Успокойся. Как я могу не истерить? Я забеременеть не могу. А я давно вам говорила, что детей пора рожать, а вы все для себя хотели пожить. Вот родила бы ребеночка, занялась им и перестала ревновать Витю. Да я уже на ЭКО согласна, лишь бы Витя не уходил. Господи, да не надо никакого ЭКО. У вас и так все получится. Иди домой, расслабься. Ну, как тут расслабишься? Я забеременеть не могу, муж дома не ночует, еще эта Анжела тут. Слушай, как только он тебя терпит, а? Я что, вас не устраиваю? Хотите себе новую невестку? Да. Будешь себя так вести? Захочу. Свекровь тоже считала меня виноватой в том, что Витя ушел. Какой бред! Неужели непонятно, что это все из-за Анжелы? Я поехала к ее парню, племяннику моего мужа. Может, он что-то знает об отношениях Анжелы и Витя. Привет, Кирилл. А я тут мимо проходила. Дай, думаю, зайду. Как дела? Бывал и лучше. Что, проблемы на личном фронте? Ну, давай, выкладывай. Я, может, помогу, чем смогу. Да я... Я нашел у Анжелы тест на беременность. Положительный. Так. И? Ну, и она начала отпираться, мол, это не ее, это подруги. Я сразу понял, что она врет. Мы с ней реже видеться стали. У нее работы добавилось. Или она завела к себе кого-то. В общем, я уверен, что она беременна. Но не уверен, что от меня. А ты уже подозреваешь кого-то? Знаешь, с кем она может тебя изменять? Нет. Что мне делать? А ты поговори с ней на чистоту. Пусть она расскажет, с кем она еще встречается. Прижми ее к стенке. Ольга попросила Веру снять магию с ее мужа Виктора, который после семи лет брака внезапно съехал в гостиницу. Ольга думала, что магию на мужа наложила Анжела, девушка его племянника, с которой Виктор работал в одном офисе. Ольга не могла забеременеть и боялась, что из-за этого муж уйдет от нее. Вера выяснила, что на Ольге с мужем нет никакой магии. И проблема их отношений была в том, что Ольга транслировала негатив и жаловалась всем подряд на свои беды. От племянника Виктора Ольга узнала, что Анжела беременна и, похоже, не от него. Ольга испугалась, что отец ребенка Анжелы ее муж. Я была просто в бешенстве. Мало того, что мой муж закрутил роман с Анжелой, так он вдобавок заделал ей ребенка. Ты что здесь делаешь? Ты как меня нашла? Я что, не знаю, куда ты на бизнес-ланч ходишь? Что? Доигрался? Ребенка Анжеле заделал? Что? Что, что? Она еще не успела тебя обрадовать? Это просто невозможно. Оля, у тебя совсем крыша потекла? Нет у меня ничего с Анжелой. Мне это надоело. Давай разводиться, я с тобой жить не могу. Ты меня бесишь. Оленька, здравствуй. Ой, хорошо, что ты пришла. Я была неподалеку. Ты прости, что своими ключами дверь открыла. А мне что-то плохо стало, вот я и решила зайти. Да что вы бросите? Как вы себя чувствуете? Да сейчас ничего, таблеточку выпила. А то, что плакала. Витя Анжеле ребенка заделал? Как? Мне ваш внук сказал. Да это не может быть. Кирилл сказал, что Анжела от Вити беременна. Нет, он сказал, что нашел тест, а я уж сама догадалась. Фуф. Да этого не может быть. Нет. Это какая-то ошибка. Нет. Я пойду, позвоню у Вити, выясню. Этого просто не может быть. Я пошла. Вы сказали, что ничего делать не нужно, что никакой магии нам уже нет. Но Анжела забеременела от Вити, и я нашла у себя вот эти кольца. Это наши обручальные кольца. Посмотрите, они почернели. Я уверена, на них какая-то магия. Да, они заговорены. Но не на разрыв отношений, а на деторождение. О, это, наверное, моя свекровь ее заговорила. Она приходила к нам, когда меня не было. И вот, как раз после ее ухода я нашла кольца. Да, это свекровь. Вижу, ты приходила к ней и жаловалась, что не можете завести детей. Просила ее о помощи. Вот она тебе и помогла своей магией. Да. Валерия Абрамовна полна сюрпризов. Ну, я же предупреждала тебя. Успокойся. Не обсуждая ни с кем свои проблемы. Займись собой. Но ты же с ума сходила от своей ревности. Рассказывала об этом направо и налево. Именно из-за твоей ревности ваши отношения окончательно испортились. И магия смогла вмешаться. Ну, и... И что же теперь будет? Да. Темное перышко. Оно означает, что твоя свекровь провела обряд неправильно. Нужно было проводить его на растущей луне, чтобы вы могли зачать друг от друга. Она провела его на убывающей. И теперь вы сможете зачать от кого угодно, только не друг от друга. И эта магическая программа будет подталкивать их поиску партнеров для зачатия. То есть, мало того, что муж, кажется, заделал ребенка Анжеле, так он еще и начнет других баб искать. Пожалуйста, помогите. Снимите эту магию. Магию нужно снимать в любом случае. Она приносит в жизни только разрушение и боль. Твоя свекрусь должна надеть ваши обручальные кольца вам на пальцы. И вы должны обняться. И тогда магия будет снята. Ну, свекровь, ну, удружила. Какого черта она полезла к нам со своей магией? Ну, ничего. Сейчас я заберу мужа и поеду вместе с ним к свекрови, чтобы избавиться от магии. Истеричка! Что стряслось? Да вот решил поговорить с ней, как ты советовала. Ну? Ну, в общем, ребенок действительно от меня. Мы тогда ездили в Абхазию. Там она и залетела. Ну, а почему она тебе про ребенка-то ничего не сказала? Да она сомневается, оставлять ребенка или нет. Говорит, какие нам дети, если я сам ищу дитя. Хочет аборт делать, прикинь. Ну, слава богу, что она от тебя беременна. Не переживай, Кирюш. Все у вас наладится. Это у нее гормоны не играют. Ты ее убеди ребенка оставить. Это ведь такое счастье. Ты Витю не видел? Видел. Он с бухгалтершей в караоке уехал. В какой караоке? Не знаю. Он мне не докладывается. Я три часа пыталась дозвониться мужу, но его телефон был недоступен. Ее было просто в панике. Оля! Привет! Ко мне тут твой муженек завалился? Пьяный в стельку. Что-то говорит про стерву-бухгалтершу, которая ему отказала. Ко мне приставал. Я еле от него отбрыкалась. Он меня напугал. Какой стыд. Он же совсем не пьет. Не пьет. Ты приезжай, забирай его. Хорошо. Я сейчас. Иль. Ну, давай. Вот, полюбуйся. Витя. Он с тобой. Вставай, давай. Не знаю, дай себе поспать. Ир. Прости, ради бога. Да чего уж там. Витя. Витенька, миленький, давай, вставай. Вставай скорей. Нам надо срочно поехать к твоей маме. Давай. Вставай скорей. Вставай скорей. Витя. Идите вы к черту. Темно вас. Витя, стой. Ир, прости. Прости. Что случилось? Валерия Абрамовна, позвоните Вите, пусть он приедет к вам. А что случилось-то? Он напился. Отправился с бухгалтершей в караоке. Потом приехал к моей подруге, начал приставать. Я помчалась к ней, попыталась его забрать, но он ушел. Это все из-за вашей магии. О, Господи. А откуда ты знаешь про обряд? Да вы его неправильно провели. И Витю на приключения потянуло. Он теперь под вашей магией будет детей делать направо и налево. Ой, вот я дура старая. Олечка, прости меня. Надо, чтобы вы нам на пальцы надели кольца. И мы все вместе обнялись. Так мы снимем вашу магию. О, так, звоним. Недоступен. Значит так, оставайся сегодня у меня, а завтра мы его выманим. Поняла? Да. Вера объяснила Ольге, как снять магию, наведенную свекровью. Из-за ошибки в обряде магия стала подталкивать Ольгу и Виктора к изменам. Вскоре Ольге позвонила подруга и сказала, что пьяный Виктор приехал к ней и стал приставать. Ольга помчалась к подруге, но забрать Виктора домой ей не удалось. Мам, ну что она здесь делает? Ты же сказал, что тебе приволок. Так, все, все, ты мне с пьянки-гулянки эти прекращай, сынок. Мне Оля все рассказала. Ты как себя ведешь? Да что ты мне отчетиваешь, а? Так, ну-ка дай правую руку. Зачем? Да, я хочу кольцо найти. Да не хочу я носить это кольцо. Ты что, за баран-то такой? Мам! Дай сюда, я сказала. Так. Так, Оля, иди сюда. Вот, давай-давай-давай. Давай. Вот так. Вот и хорошо. Вот, мои милые. Ну вот, теперь все у нас будет хорошо. Конечно. И все наладит. А? О, Валерия Абрамовна. О, Витя. Приди вон, быстро. Может, вам воды привезти? Телефон вы где? Валерия Абрамовна. Я переживала за свекровь, но радовалась, что магия с меня и мужа была снята. Все позади, думала я. Теперь мой Витя вернется домой. Ты не переживай, ты так. Поправится она. И еще нас с тобой переживет. Витя, поехали домой, а? Пообедаем. Я пельмени сварю. Ну, если пельмени. Поехали. Слушай, ты меня извини, но на Куролесе я вчера, конечно. Да, ты меня, конечно, удивил. И мама свою перебаламулчала, он до чего довел. Слушай, ну прекрати, а. Я и представить-то себе не могла, что ты можешь себя так вести. С бухгалтиша и в караоке поехал. К подруге начал приставать. Оля, я что, ешь ты сама свои пельмени. Пельмени. Витя не возвращается домой. Ваш обряд не помог. Еще и свекровь в больницу попала. Эта руна в перевернутом виде означает возмездие, заслуженное наказание. Твоя свекровь пострадала, потому что она обращалась к магии. Даже ради благих целей к ней обращаться нельзя. Но твоя свекровь не сделала никому ничего плохого. Поэтому с ней все будет хорошо. А это руна победы. С тебя и твоего мужа магия снята. Теперь он полностью от нее свободен. Ага, как же. Домой не приходит. По телефону разговаривает сквозь зубы. Ушел он не из-за магии. А из-за твоей ревности. Которая без всякой магии разрушает ваши отношения. Ну как мне не ревновать? Я так боюсь потерять мужа. Я его очень люблю. Ревнует тот, кто любит партнера своего больше, чем себя. Попробуй себя полюбить. И все у вас наладится. Ну как вы, Валерия Абрамовна? И не надейтесь. Я еще вас всех переживу. Я тут одного хирурга себя присмотрела. Может еще и рожу. Ой. Ты самое главное не переживай. Витя вернется. Он тебя любит. И все у вас будет хорошо. И ребенка родите. Ты главное ревностью его не изводи. М? Привет. Привет. Ладно, мне пора. До свидания, Валерия Абрамовна. Я потом еще на днях зайду. Пока. Пока. Привет. Привет. Ты за вещами или как? Нет, я поговорить. Я видел твои фотки в соцсетях. Сияешь прямо. Давно ты так хорошо не выглядела. Ты кого-то завела? У тебя-то какое дело? Ревнуюсь, что ли? Ревную. Ну так что? У тебя кто-то появился. Да. У меня появилась я. Ольга избавится от ревности и этим укрепит свои отношения с Виктором. Муж вернется к Ольге, а через полгода Ольга забеременеет. Магия может разрушить отношения, которые разъедает, что? Правильно. Ревность. 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 Рейность. Продолжение следует...